Сколько людей на земле говорят, я люблю первый фортикальный концерт Чайковского. А что это значит? Это значит, что много-много людей любят вот эту виду. А дальше, немножко скучновато. Там всякие... Не все так долго готовы сидеть, но первая тема, они очень ее любят. Очень многие любят сороковую симфонию Моцарта, но любят вот этот кусочек. А как сделать, чтобы были переговоры от первого до последнего звука? Как дать идею развития, симфонизма? Как понять, что когда читаешь роман Достоевского и слушаешь симфонию Брамса, это огромное впечатление? Как дать нашим детям эту муску? Для того, чтобы это сделать, я попытался разработать систему, которая отпочковывается от этих точек зрения Дмитрия Борища, но идет более в современность. Почему современность? Потому что Дмитрий Борисович жил в то время, когда вся система работала и помогала ему, как бы ни было странно. А сегодня система как бы отторгает необходимость музыки, как самого главного предмета. И нам нужно опять заставить общество поверить в то, что музыканты и учитель музыки это самый главный человек. Правда? Самый главный. Потому что компьютеры у всех есть, компьютерные мозги у всех есть, а услышать симфонию уже почти никто не сможет. А если не сможет услышать симфонию, значит не сможет плакать. А если не сможет плакать, значит будет скакать по каналам и смотреть то убийство, то футбольный матч, то какое-то веселое шоу. И что же тогда Достоевский с его проблемами? Что же тогда Толстой, который плакал, слушая музыку? И кто мы такие? А знаете, вот кто из вас пел сейчас гимн в России? Можешь еще раз петь кусочек? Можете? Чуть-чуть, только сначала, почему сейчас скажу? Спойте. Спасибо. А гимн царский кто пел? Безвездно. Ага. Значит, сейчас я просто напомню еще раз. Почему? Про царя Батюшка опять. Почему про царя Батюшку сейчас скажу? В 1912 году девочка 12 лет, которая училась в московской гимназии в Жерской, обращалась к своему дятюшке с просьбой показать, что у дятюшки на медальоне, который тот носил всегда с собой, не открывал крышку и не показывал. И вдруг дядюшка открывает крышку и говорит, да смотри, ты все равно ничего не пойдешь. 12-летняя девочка посмотрела, а там только 4 ноты. Ну-ка, сейчас я вам сыграю эти 4 ноты, которые были написаны в медальоне. Внимание! Это музыкальная группа, да? Музыканты. И так расшифруйте, что написано на медальоне? Что написано? Скажешь. Еще кто-то знает? Сколько знает? Поднимите руки. Один, два, три. Маловато для музыкального класса. И так хором три человека. Скажите, что это значит? Слова, слова. Я люблю вас, конечно. И это знала любая гимназистка нормальной гимназии в Москве и Санкт-Петербурге. А зачем они так сделали? Ну, чтобы мальчик не лишь бы какой к ней подошел. Потому что если она в 12 лет, увидев 4 ноты, поет их. Это значит, что они родят нормальных детей. Понимаете мой вопрос, да? Это значит, девочки сделали передивку против дискотеки. Согласны? Понимаете, что это значит? Друзья мои, а теперь к делу. У меня очень мало времени. Я рассчитывал на большее время, но я вижу здесь очень плотно. Что же за систему я предлагаю сейчас вам? Отпочкованную систему от системы Дмитрия Борисовича Кабалевского. Восприятие музыки не процесс информации. Сколько бы я мне рассказывал? Вы знаете, сколько симфоний написал Биткоев? Правда? Девять. Ну, допустим, не все знают. Девять. Это важно? Нет. Мог бы и десять написать. Жалко, что девять. А вот вы знаете другое? Как вы думаете? Вы ведь знаете, что Биткоин был глухим. А почему? А знаете, почему был Биткоин глухим? Так было нужно. Если вы всю музыку Биткоина изучите, то увидите, чем больше глухим он был, тем лучше музыка была. Пока он слышал, у него музыка была как у Клементии. А как только перестал слышать, стал писать высочайшую, величайшую музыку на свете. Оказывается, Биткоин был глухим для того, чтобы отбросить земную болтовню, не слышать ее, не тратить на нее время. Чтобы сразу открылось космическое, и тогда будет совсем другая музыка. Поскольку передо мной, девочки, я вам хочу всем сейчас дать один очень важный совет. Вам 15-16, да? 17. 19-12, еще два, совсем с собой, значит так, еще важнее, значит совсем близко. Как только вы почувствуете под сердцем, что вы собираетесь воссоздать еще одну жизнь, я умоляю вас, я прошу вас, не забудьте сейчас это. Немедленно начинайте слушать музыку Больфберга Амадея Моцарта каждый день. Каждый день. Сразу предлагаю одну из мелодий, которая экспериментировала в четырех странах, из которой рождено уже 244 моцартовских ребенка. Слушайте. Звучит музыка Больфберга Амадея Моцарта. Звучит музыка Больфберга Амадея Моцарта. Звучит музыка Больфберга Амадея Моцарта. А почему это так нужно? Ребенок сидит в мамином животике, ему там очень хорошо, поверьте. Там тепло, там темно, он плавает как рыбка, он должен открывать рот, чтобы есть и чтобы дышать. Все поступает от Бога, от мамы. И еще каждый день слушать такую музыку от жизни. Приходит время рождения. Ребенок выходит из мамы и начинает кричать. И делает правильно. Вы же понимаете, почему он кричит? Зачем? Ам? Холодно. Что? Холодно? Правильно, холодно. Еще что? Светло. Светло. Много света. Правильно? Еще. Задохнуть. И вздохнуть воздух. Но вот меня на дно. Чтобы вздохнуть воздух, нужно всего лишь одна секунда. Смотрите. А! А почему он кричит дальше? Вот теперь уже вы с тобой говорите. Почему? Холодно. Ну, скажешь? Холодно. Страшно. Страшно. Голодно. Холодно, холодно, страшно. А вообще дышать очень страшно. Страшно, милая, поверьте. Сначала страшно. В легкие сразу кислород скисляет. Больно ему. А теперь слушайте. Ребенок выходит, кричит, вздыхает воздух. И в это время немедленно обушанка должна нажать на одну кнопку вашего магнитофона. Поверьте мне, ребенок немедленно перестает кричать, словно извиняясь, говорит, чего это я кричал. Это тот же самый мир. Я с ним встречался уже целых 9 месяцев. Господи. Моцарт говорит ребенку, добро пожаловать. Моцарт встречает ребенка при выходе из мамы в мир и говорит, добро пожаловать, малыш, на планету мою Моцарта. Если Моцарт вовремя не встанет на защиту, то у нас есть МТВ. Которая готова, когда в год 16, 17, 20, чтобы вы, заплатив любые деньги, стали клиентами гигантского музыкального бизнеса, музыкальной индустрии. Начиная от тату и кончая киркоровами. И тогда человек уже не личность, не тот гений, которому он рожден. Он изначально, он уже конвейерный товар природы. И вот от конвейера производственного, он идет к конвейеру музыкальному, там его заколачивают и здесь его заколачивают. Человек теряет свою божественную сущность. Для того, чтобы не потерять, давайте попробуем сначала понять, каким путем музыка придет к нам. Те, кто сейчас недоумевают и думают, что это я говорю всякие-всякие вещи. Друзья, в этом суть теории. Она у меня очень победила в нескольких странах, которыми я занимался. Суть теории выходит в том, что для того, чтобы воспринимать музыку первые условия, нужно создать направленное волновое восприятие. Вы держите ручку приемника и хотите услышать джаз. Вы проходите все, что не джаз и находите джаз. Вы настроены на джаз. Нет, вы хотите сегодня Моцарта. Вы проходите сотни станций. И вот когда станция совпадает с вашим внутренним состоянием, вы как бы готовы слушать Моцарта. То же самое, на мой взгляд, должен делать учитель музыки на уроке музыки. Настраивать психику человека в тот уровень и в тот ранг, в котором звучит музыка. Я приведу пример сейчас. Сейчас мы вместе с пианисткой. Я потом, когда ее назову, попрошу вас ее очень поприветствовать. Потому что я обращался ко многим музыкантам, все отказались. В Рахманицком зале за одну ночь нет. И тогда я обратился к китайцам. Потому что они такие волевые. Если нужно, ноги будут работать и сделают. И вот китайская девушка, удивительно красивая. Вы сейчас увидите, такая же красивая, как вы. Только по-китайски красивая. Выйдет скоро и сыграем. Знаете, как ее зовут? Ее зовут Цунь, Сё, Зи. Сё означает мудрость. Весна, Адзи означает мудрость. И ее зовут весенняя мудрость. Знаете, как поездил, что зовут Ини. Вот вам Хокку, Хайку, Танку, все уже есть. Вот она представится и скажет, меня зовут весенняя мудрость. Попробуй не влюбиться. А теперь я вам сейчас ее покажу еще. Ее муж-композитор, я думаю, очень интересный. Мы еще познакомились? А, без этого. Нет, нет. Друг. А, это ваш друг был, с которым мы... Да, друг-композитор, с которым мы познакомились. Да. Садитесь, пожалуйста. Итак, по-шведски я бы так и сказал друг, а по-русски вдруг вспомнил, что муж. Друзья мои, сейчас мы вместе с весенней мудростью сыграем вам мелодию Моцарта, которая звучит всего лишь одну минуту тридцать четыре скульпта. Откуда я знаю? Раньше я не знал. Но с тех пор, как я записал ее на пластинку, там теперь написано. Моцарт. Одна минута тридцать четыре секунды. Теперь я знаю. Но почему я говорю о времени? Потому что за эту минуту тридцать четыре секунды, как вы думаете, сколько мелодий можно успеть написать в одном произведении? Две можно? Можно. А три? Уверены? А четыре? Можно за одну минуту тридцать секунды, а? Можно. Опять? А если я скажу так, тринадцать? Тринадцать мелодий за одну минуту? Мои хорошие, в том произведении, которое мы сейчас сыграем с весенней мудростью, тринадцать мелодий за одну минуту в тридцать четыре секунды. И вот здесь надо подумать, почему Моцарт так делает? Почему? Это же расточительство. Умный композитор сделал бы по-другому, если у него есть здесь тринадцать мелодий. Он написал бы тринадцать музыкальных произведений, получил бы за тринадцать произведений денег. А Моцарт пишет одно. И получает деньги за одну миниатюру с тринадцатью мелодий. Наверное, мой умный, наверное, как раз. Но почему Моцарт так делает? Знаете, почему? Потому что, когда мы слушаем Моцарта, то слушаем не музыку. Мы слушаем самих себя. Мы слушаем себя, когда мы были гениальными. Когда мы были гениальными, нам было три года. И к нам в гости пришел незнакомый человек. У этого человека есть два варианта познакомиться с нами. Первый. Подбежать, обнять, сказать, ой, какой замечательный. Ужасно для ребенка. Какой-то хладнокровный монстр с улицы. Хочет задушить маленького пахнущего молоком ребенка. Ребенок вырывается. Есть другой вариант. Нужно сказать ребенку два слова. Не больше. Привет. Привет. И все. И делайте вид, что вы не видите ребенка. Разговаривайте с его мамой. А ребенок будет стоять здесь, малыш, и смотреть на вас. Кто это вы такой? И может случиться, что ребенок вдруг подъезжает в свою комнату и вынесет вам все свои игрушки. Это значит, что ребенок вас полюбил. И хочет отдать вам все, что у него есть. То же самое делает Ольга, а моделл из Моцарда. Он так любит. Он находится в состоянии керубина, который любит всех, без исключения женщин. И никак не может выбрать Барбарину, Сусанну или саму графиню. За это не поплатился негодяй. За это Фигара вынужден просто-напросто. Одну из двух ариста их просто потратить на то, чтобы утешить этого ребенка. Так вот Моцарт сейчас, Моцарт, он вам подарит 13 мелодий за полторы минуты. Он делает то же самое, что маленький ребенок делает с игрушками. Слушайте, только успеете, могу. Успеете услышать. 13 мелодий. Повторяю, только полторы минуты. И целых 13. А называется, знаете как? Это только Моцарт мог себе позволить. Называется богатель. А знаете, что такое богатель? Пустяк. Пустяк. Пустяк с 13 мелодий. Пустяк. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Но сейчас дальше. Моцарт. Опять Моцарт. Только сейчас Моцарт нам расскажет еще одну удивительную вещь. Вольфганг Амадеевс Моцарт написал своему папе Леопольду. Папа, каждый вечер, когда я ложусь в постель, я не уверен, что я проснусь утром. Так было всю жизнь. Моцарт боялся смерти. Вся его музыка это попытка расстаться со страхом смерти. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Слышали, как смерть ворвалась в самую прекрасную мелодию? Я не знаю, кто на земле напишет лучше. Я уверен, что пока никто не написал лучше, чем этот фа-мажорный фрагмент из доминорной фантазии. Но я только знаю одно. Сейчас я вам раскрою одну страшную тайну. Вот эти страшные звуки. Они были в музыке с самого начала. Только вы их не слышали. Сейчас я сделаю так, чтобы вы их услышите. Они будут звучать так. Слушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Моцарт просто вдруг прорвалась в одно мгновение. Мы слышали, что это было все красивее и красивее, но не слышали смерти, которая шла ступеньками по полу динам. Вот что такое Моцарт. И сейчас мы вам сыграем музыку, которая показывает, как Моцарт боролся со смертью. Он как бы договорился с Богом. Я буду писать на тебя самую прекрасную музыку. Ты не сможешь убрать меня с этой планеты. Я очень много напишу такого, что рассказывает о тебе. О тебе. И сейчас мы вам сыграем минуэт. В этом минуэте три раза стучит смерть в дверь. И посмотрите и послушайте, как Моцарт три раза будет побеждать смерть. Только я прошу вас не только слушать, но и посмотреть на мою левую руку. Начинается прекрасный минуэт. Но в какой-то момент наша весенняя мудрость, посмотрев в ноты, увидит там знак смерти, фанфару смерти, сигнал смерти. Сейчас она нам сыграет, фанфару смерти. Да. И вот когда наша пианистка начнет играть с пам-папам, как у Пушкина, пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Идут за днями дни. И каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И вдруг как раз умрем. На свете счастья нет. Есть лишь покой и воля. Слышите? И как только весенняя мудрость сыграет это там-папам, посмотрите на мои пальцы. Я специально буду играть очень близко от вас. Мои пальцы вот так скрутятся. У них будет спасло по этих пальцах. Я не смогу играть, если я не найду способ их освободить. Мои пальцы как бы умирают в этот момент, когда появляется тема смерти в Олимпиаде. Три раза это будет. И если мне удастся спастись, вы увидите, как я опять буду возрождаться вместе с Моцартом к жизни. И это я ничего не придумываю. Это все есть в нотах. Слушайте и смотрите. Моцарт Менуэт. Пожалуйста, ни слова. Этот зал, в котором говорят только со сцены. Моцартом к жизни. 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 Продолжение следует...